Модернизация ТЭЦБИШКЕКа – это один из проектов, включенных в разработанную при участии партии СДПК национальную стратегию устойчивого развития. Что это даст нам? Модернизация ТЭЦБИШКЕК давала дополнительные генерирующие мощности в размере 300 мегаватт, которые отвечают спросом электроэнергии по стране. Депутат Горкинеша Марат Аманкулов, кандидат от партии СДПК, побывал на месте демонтажа турбинного цеха и ознакомился с проводимой работой на ТЭЦБИШКЕКа. Он отметил, что теперь на ТЭЦ появятся более экономичные, экологически безопасные энергетические блоки мощностью по 150 мегаватт каждый, что вдвое увеличит выработку энергии. На данный момент работы идут с опережением графика. Начата была модернизация в апреле 2015 года и планируется завершить в августе 2017 года. Уже было израсходовано около 16 миллионов долларов. Стоимость же всего проекта оценивается в 386 миллионов. Кандидат СДПК Марат Аманкулов подчеркнул, что уже через два года жители Бишкека забудут о вынужденных отключениях электроэнергии и будут жить в условиях стабильно функционирующего города. Мы ждем от этого проекта очень, конечно, большого эффекта. Во-первых, это экономия средств на содержание, на ремонт и так далее. Во-вторых, новые котлы, они ориентированы на наш местный уголь. Кроме этого, экологическая составляющая. Новые уловители вот этих вредных веществ, которые будут установлены, они на 99,7% очищают воздух, выброс в воздух. Марат Аманкулов также ознакомился с готовностью теплоэлектроцентрали к предстоящему отопительному сезону. По словам работников, к 1 октября ТЭЦ Бишкека будет в полной готовности к ОЗП. Сегодня в закромах ТЭЦ уже имеется 260 тысяч тонн угля. Инженер теплоэнергетик Лев Васильев отмечает, что главной причиной такого успеха является стабильность, за которую всегда выступает партия СДПК. Въездили наши представители Кыргызстанцев в Китайскую Народную Республику, смотрели на логичное установленное оборудование Китайской Народной Республики и приняли решение отдать предпочтение этой кампании как по надежности, так и по несколько сниженной цене. Роль партии понимает вот в этом стабильном экономическом развитии нашей страны. Не какие-то расти, а это заглядывание уже на 5-10 лет вперед. Также Марат Аманкулов отметил, что помимо модернизации ТЭЦ в Бишкеке уже проведена реконструкция 17 малых угольных котельных. Выполнена замена 34 котлов. Инициативно проводится реконструкция электро- и теплосети. И все эти активные действия – это прежде всего забота о горожанах, об их комфорте, их теплых и светлых домах и, конечно, об их уверенности в завтрашнем дне.